А в завершение мы поговорим с Мярьям Меджидовой из Азербайджана. Мярьям – основатель социальной платформы GenderHub, которая объединяет активистов, феминистов и правозащитников, ну и, конечно же, всех, кто борется с насилием против женщин в Азербайджане. Мярьям продвигает права женщин, проводит тренинг и в этой области и является экспертом в сфере молодежной политики. Мярьям, здравствуйте. Я очень рада приветствовать вас здесь сегодня на спецвыпуске передачи «Женский фактор» в Тбилиси. Мне повезло взять интервью у многих женщин, которые здесь присутствуют на форуме. Но, конечно, я особо рада брать интервью у вас. Конечно же, у меня есть определенный субъективизм, но я думаю, что мне можно это простить, как азербайджанке. Мярьям, поздравляю вас с получением этой награды и хотелось бы, чтобы вы больше рассказали о своем проекте. Спасибо большое за вопрос. Я тоже очень рада видеть вас и очень рада, что именно вы сегодня интервьюете нас. И я хотела бы, конечно, рассказать про нашу организацию вкратце. Мы, конечно, сравнительно молодая организация. Нам всего четвертый год, только три года. Но, несмотря на это, мы динамично развиваемся, так как у нас работает очень много молодежи. И больше у нас фокус, конечно, на молодежи и работа именно с молодежью, потому что мы считаем и думаем, что молодежь намного открыта на какие-нибудь изменения и вообще хорошо влияет на технологию, на социальную медиу и имеет, конечно, больше силы влияние на такие вопросы, как гендерное равенство. Почему мы занимаемся этим вопросом, так как это социальные права? И мы считаем, что социальные права женщин и девушек, конечно, должны себя оправдывать. Азербайджан тоже одна из стран, где культурные нормы под названием менталитет иногда оставляют нас за границами образования прав человека и прав женщин. Иногда многие нарушения прав женщин связываются, что у нас так принято, что мы так привыкли. Но мы очень редко задаемся вопросом, а почему мы так привыкли? Может быть, нужно какие-то вопросы задавать самим себе и понимать, что несмотря на то, что мы так видели и мы так выросли, есть определенные нормы прав человека, на которые мы должны, конечно, как страна и как общество тоже обосновываться не только на наших традициях и на наших обычаях, которые напрямую не связаны с тем, что касается гендерного неравенства. То есть, если девушка выходит замуж в 15 лет, мы не можем это назвать обычаем и традициям и прятаться за этим. Да, в основном, назвать это с гордостью. Да, и как бы это норма, с которой нужно бороться и о которой нужно говорить. И на нашей организации мы больше говорим о адвокации, адвокации того, что почему важно вообще говорить о гендерном неравенстве и призывать общество бороться с гендерным насилием. Так как сейчас мы с вами в ноябре здесь и сейчас проходит 16-дневная кампания, которая связана именно с тем, чтобы бороться с насилием против женщин. Эта 16-дневная кампания как раз говорит о том, что все формы насилия, гендерного насилия касательно психологического, физического, сексуального и экономического. Экономическое должно как бы со стороны общества, во-первых, идентифироваться, что это такое, что такое психологическое насилие, что такое физическое насилие. Очень часто, когда мы говорим о гендерном насилии, считается только сексуальное или физическое. Но здесь очень много психологического насилия, который девушка именно с детства, девочка еще, будучи девочкой, ей говорят, например, на азербайджанском и так далее. И это, конечно же, ее приводит к тому, что она думает, что за нее кто-то всегда должен что-то решать. Она сама не может стоять на своих ногах, она сама не может делать за себя решения. И в определенное время, когда она, ей уже становится 18-20 лет, она ждет уже от мужа, от брата, от отца определенных подарков, определенных решений, определенных жизненных позиций. Ответственности за свою жизнь она уже не хочет нести, так как она привыкла к этому. Иногда в нашем обществе это подразумевляется как ее выбор. Но если она сама не знает своих выборов, как она может принять, что это ее выбор? То есть она уже выросла такой, так как ее общество, ее социум к этому готовит. И мы, как организация, боремся с этими стилеотипами. Иногда жертвами гендерного неравенства также становятся мужчины в обществе, особенно тогда, когда они выбирают себе карьеру, когда они хотят показать свои эмоции, всегда говорят, будь мужчиной, не показывай свои эмоции. Будь мужчиной, выбирай работу, которая именно соответствует мужчине. Например, работа в банке, а он хочет стать, не знаю, дизайнером или хочет стать учителем. Говорят, нет, это не работа для мужчины. То есть очень часто эти стигмы, они определяют нас как людей, как личности, но это неправильно. И мы, наша организация, считаем важно работать насчет гендерного равенства именно с мужчинами. То есть мы не работаем только с женщинами. Конечно, это важно понимать, что женщины в основном подвергаются насилию, но без мужчин мы не можем достичь гендерного равенства. Конечно, любой это всегда диалог. И он должен быть диалогом. Мы считаем, что гендерное равенство это не только вопрос прав человека, а также вопрос экономического равноправия. И так как экономика 50% зависит от населения, 50% это женщины, то значит, если женщины поднимутся, если женщины будут более сильными экономически, это значит, что мы поможем и государственному бюджету, и семейному бюджету. Да, в этом вопросе диалог просто принципиален, потому что мы говорим о гендерном равенстве. Мы не говорим об исключительной какой-то роли женщин. Мы говорим о гендерном равноправии. И когда мы говорим о гендерном равноправии, мы имеем в виду диалог между мужчинами и женщинами. Потому что, конечно, исключив другую группу из этого диалога, приведет к другим перекосам. Я желаю вам успехов в работе, в достижении эффективного диалога с другой стороны. Удачи, спасибо, что были с нами. Очень приятно было поговорить с вами. За кадром осталось, как вы понимаете, еще очень много ярких женщин. И я надеюсь, что у нашей программы будет возможность ознакомить зрителей и слушателей канала CBC и радиоканала CBC FM с их деятельностью. Также хочется напомнить, что гендерными чемпионами ЦРС 2023 года стали только 11 женщин. Хотя заявки подали более чем 200 кандидатов. А это означает, что впереди нас ждет очень и очень много ярких и интересных личностей, которые занимаются гендерным равенством и о которых мы обязательно расскажем в нашей передаче. Вот и подошла к концу наша завершающая передача о женском бизнес-форуме, который был организован Азиатским банком развития в Тбилиси в ноябре 2023 года. Я уверена, что нас еще ждет много интересных международных событий, посвященных вопросам женского лидерства и гендерного равенства. До встречи, оставайтесь с нами, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова